Очередной случай нападения на скорую помощь. На этот раз в Новгородском районе полицейские задержали местного жителя. В деревне Трубичино он избил водителя скорой и повредил служебный автомобиль. Поздно вечером медики приехали на улицу Устья в Трубичине. После того, как врачи зашли в дом, нетрезвый супруг женщины, в которой вызывали бригаду, подошел к машине с претензиями на якобы неоперативную работу скорой. Словами дебошир не ограничился. Позвонил водитель по рации, которая в машине была, бригада в доме уже вошла, что на него совершено нападение. Мужчина с топором сначала ударил его в лицо кулаком, а потом уже он закрыл окно. Он по окну машины со стороны водителя топором разбил окно и вот ему осколками рана у него на лбу была. По словам водителя, злоумышленник также угрожал убить его. После сообщения в полицию о происходящем от диспетчера станции скорой помощи на место незамедлительно выехала следственная оперативная группа. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали ранее судимого местного жителя 1990 года рождения, который сознался в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. К сожалению, в Великом Новгороде это уже не первое нападение на медиков. Напомним, в 2017 году Алексей Головина, от рук которого пострадали охранник областной больницы, медсестра и санитарка, суд приговорил к пяти годам колонии общего режима.